А еще лучше вообще ничего не делать, потому что если ты ничего не делаешь, то это в лучшем случае это административная ответственность. Если ты что-то делаешь, то это уже уголовно. Вы же как Галецкий тоже выросли стратегию такую, с регионов зашли. Открыть все эти магазины, это просто. Сначала открываете один магазин, потом второй. Дорогие друзья, сегодня мы в гостях, даже не в гостях, а просто на фоне Золотого моста, одного из главных достопримечательностей Владивостока. И мы поговорим с Дмитрием Юрьевичем Алексеевым, генеральным директором, сооснователем DNS Group. По итогам 2018 года выручка DNS Group составила 268,5 миллиардов рублей. Это означает, что сеть DNS по состоянию на конец прошлого года стоила примерно 790 миллионов долларов. Сегодня Алексеев крупнейший акционер DNS Group с долей 48,73%. По собственным прогнозам компании в 2019 году выручка группы вырастет еще на 15%. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы коренной житель Владивостока. Расскажите, с чего началась ваша компания здесь? Какая вообще история? Слушайте, ну это уже бульем поросло. Это было очень давно. Эта история заключается в том, что мне очень нравились компьютеры. Я любил программировать. И был компьютерщиком. И через это, пытаясь добраться до более какой-то совершенной техники, оказалось, что это уже не наука, не образование, а бизнес. Так я оказался в бизнесе. И потихонечку, достаточно неожиданно для самого себя, стал этим бизнесом заниматься. Пока это была сначала интеграция сетевая, какие-то еще там программы писал, а постепенно оказалось, что розница интереснее. Ну и затянуло случайно вот в такой вот бизнес. Как у вас получилось пронести историю компании с 90-х годов? Просто есть такой стереотип о Владивостоке, подтвердить его или нет. То, что это портовый город, достаточно был опасный раньше, я не знаю, и сейчас, наверное, тоже есть определенные какие-то риски. Как вы пережили 90-е и начали такой успешный бизнес? Как ты выжил в 90-х? Ну, я думаю, что это миф, потому что времена, они, конечно, разные. Всегда свои нюансы есть, но я бы не... То есть у меня нет воспоминания о 90-х, как о сплошном кошмаре, который там надо было только, там, не знаю, что там, убегать от бандитов. Ну да, конечно, было много нюансов. Но как раз, я думаю, что все-таки специфика портового города заключается в том, что в таких городах лучше торговать, чем бегать с дубинкой или еще что-то. И поэтому он достаточно быстро, все сообразили, что заниматься бизнесом лучше, чем бандитствовать. И мне кажется, что сейчас Владивосток достаточно безопасный город. Я когда вот общался с... Мне запомнилось прям с южнокорейским консулом. Сейчас очень бум туризма из Южной Кореи в Владивостоке. Я вот именно познакомился со взглядом со стороны на город, совсем со стороны, то есть это вот Южная Корея. Южная Кореица воспринимает Владивосток как достаточно безопасный город, в котором можно, вот там, приехать спокойно, одинокой кореянке, девушке молодой, да, и походить по городу, там, потусоваться. То есть никаких эксцессов. Я спрашиваю, были ли какие-то эксцессы вот такие на уровне вот консульства, в котором должно было быть разбираться? Нет, максимум, что они едут в Хасанский район, куда нельзя ездить иностранцы, но их там ловят пограничники. Ну это такой... Это закрытый какой-то район, что ли? Ну это граница, граница просто, просто священная Корейская гора, она находится там на границе. Они все едут посмотреть там, кто на Северную Корею, кто на свои священные горы. Ну и там какие-то эксцессы с пограничниками. Иногда, очень иногда случаются, но это прям вообще какая-то... То есть это к тому, что это вообще не проблема с точки зрения сейчас безопасности или какого-то френдли. Я думаю, что Владивосток достаточно френдли город, как к иностранцам, так в принципе и к русским, кому угодно. А какие здесь есть плюсы для предпринимателей, то, что очень рядом находятся азиатские страны, как развитые Япония, Корея. Вам в вашем бизнесе, связанном с продажей техники, это все-таки одни из лидеров там в технологическом плане. Это помогло, сыграло ключевую роль? Я думаю, что нам помогло не близость к западу, то есть к востоку, к азиатским странам, потому что на самом деле это вот сейчас еще как-то более-менее налаживается жизнь. Но с точки зрения логистики, а особенно с точки зрения таможни, долгие годы гораздо прямее все было через Москву. Мы начали заниматься таможней, сами, наверное, еще 10 лет не занимаемся, 20-летней историей бизнеса, потому что нельзя было, потому что все оно вот так у нас в стране устроено. Сейчас немножко меняется как-то, развиваются порты, но у нас скорее основной плюс Дальнего Востока для предпринимателей, это примерно то же самое, что минус для жителей. Дальний Восток не очень развит, все можно улучшать. То есть вот что бы вы ни взялись, все можно сделать лучше. Поэтому предприниматели возможности достаточно большие. И у нас есть своя такая определенная автономия. Понимаете, в центре страны у нас, в центре России, мы сейчас работаем, у нас основной бизнес розничный у нас по ту сторону Уральских гор в центре России. Вот здесь головной офис. И мы просто видим, что такой вот тоже есть нюанс, который надо использовать в своем, как преимущество. В центре России Москва это как такая громадная черная дыра. Она высасывает все вокруг. Все деньги, да. То есть, понимаете, если вы чем-либо занимаетесь в Туле или в Твери, то вам надо точно ехать в Москву, потому что в Туле тяжело с этим делом. Это прям заметно, что вокруг, ну, примерно, да, вот как черная дыра, есть горизонт событий, где ничего не происходит, все там только в центре, в центре черной дыры. А у нас такая своя вселенная, тут можно как-то быть небольшому бизнесу, то есть тебя, ну, как-то, глядишь, какой-то там гравитация не раздавит большое слишком. Можно, у нас есть какая-то своя культурная самобытность, своя бизнес-самобытность, это однозначно плюс, который можно использовать. А ваши первые магазины открылись в Владивостоке, где-нибудь, и, получается, вы возили технику через таможню, которая была в Москве, в Москве. Ну, мы тогда вообще с таможней не работали, мы покупали у дистрибьютора в основном московский. А, то есть это все равно, несмотря на то, что все производители находятся там, полтора часа лететь до Токио, насколько я знаю. Да, но в Токио, как вы понимаете, нет производителей, а все производители находятся в районе там Гонконга и южнее. А до Гонконга нам лететь там, ну, часов пять на самолете отсюда тоже. То есть мы так, достаточно далеко от всего. То есть такая логистика очень сложная, получается, из туда и обратного Владивостока. Да, и это тоже для нас был плюс, потому что, если потренировался в такой логистике и потренировался так работать, то дальше, чем ты ближе, собственно, к какой-то центральной части, где есть такая вещь, как фура, где можно быстро перевести товар, то нам становилось легче работать. Ну, главное, чтобы не попасть, вот, чтобы не раздавила гравитация, да, от черной дыры, то все, в принципе, тогда все нормально. Но со временем мы какую-то массу набрали и еще как-то там летаем по орбите, вроде не падаем. Вы большую часть времени проводите здесь, в Владивостоке? Да, конечно. А как вам удалось сделать такую большую розничную сеть, более полутора тысяч магазинов, находясь так далеко, вот, опять же, от центра? Потому что многие говорят, что, ну, просто невозможно работать хорошо с Владивостоком, потому что, когда там люди банально спят, то здесь все работают. И наоборот, такая орань часовых поясов, минус семь часовых поясов, это... Не, на самом деле, это очень просто, расскажу два секрета. Первый секрет, что открыть сеть магазинов, это просто. То есть, сначала открываете один магазин, потом второй, и так пока не остановитесь. Вот, а второй тоже секрет заключается в том, что мне кажется, что работа, вот, в провинции, в Владивостоке, особенно в дальнем регионах, она способствует формированию достаточно правильной, мне кажется, управленческой культуры, в которой ты просто понимаешь, что из Владивостока действительно из-за расстояний, из-за даже часовых поясов, разницы во времени, контролировать все и вся невозможно. И ты учишься делегировать, правильно распределять полномочия, вот, все это получается. Если ты работаешь из Москвы, то ты, опять же, находишься в глубине черной дыры, и тебе кажется, что надо все контролировать, все управлять, и ты там самый умный, это, конечно, порождает вот эти вот не очень хорошие управленческие эффекты, как вот у нас во многом это теперь отражается в госуправлении, что все решения принимаются в одном месте, а так как страна большая, то в одном месте их принимать невозможно на всех, но и отпустить тоже невозможно, поэтому решения управленческие принимаются очень плохо, ну и так далее. А у нас культура, в общем-то, она позволяет правильно налаживать баланс полномочия и делегирование, принятие решения, и все. Мне кажется, в итоге получается все-таки система управления более правильная, чем, ежели бы мы ее строили из черной дыры. Ну, тем не менее, наверное, вам часто приходится туда ездить, чтобы управлять таким большим бизнесом, это же просто невозможно все время. Да, ну, слушайте, как город Москва совершенно чудесный, туда туристам, в общем-то, вполне приятно приезжать, много чего хорошего. Но я люблю Владивосток, и это стараюсь выезжать из Владивостока такими короткими перебежками, чтобы сильно не разлучаться с городом. У вас с Сичваркиным похожий бизнес, вот его Евросеть, которая была, можно сказать, что он похожий? Ну, в каком-то смысле весь сетевой розничный бизнес, он похож по каким-то этим своим критериям, но специфика, конечно, разная. То есть бизнес мобильной техники, практически сотовым телефоном, это бизнес, который рос, розничный бизнес, который рос самыми максимальными темпами. Потому что, во-первых, надо было очень, там, буквально за несколько лет рынок вырос, там, с пяти, с пяти телефонов, там, с пяти десятков тысяч телефонов, до каких-то там постоянных миллионов надо было продавать. Это все росло взрывообразно, и надо было только успевать подкидывать в топку. Тут, конечно, определенная культура, вот у, скажем, отцов-основателей сотового ритейла, у Ноготкова, у Чичваркина, это, ну, однозначно круто и есть чему поучиться. У нас чуть-чуть по-другому, потому что мы, все-таки наша цифровая техника, она тоже была очень динамична, но сравнить с сотовым ритейлом ее нельзя было. Ну, и плюс мы, в общем-то, вовремя, мне кажется, перестроились и смогли заняться более каким-то там уже консервативным бизнесом, ну, условно-консервативной бытовой техникой. И сейчас, мне кажется, рынок достаточно в гармоничном состоянии. Понятно, что он непростой, постоянно происходят изменения, надо постоянно им соответствовать. Но он, явно, отрасль состоялась, явно, ну, вы не почувствуете разницы в сегменте бытовой техники, электроники, если вы находитесь, там, не знаю, в Лондоне, в Соединенных Штатах. В принципе, мы примерно сейчас на одном и том же уровне, там, понятно, что медиамарк ничем не лучше, там, инвидио. Я про нас не буду говорить до этого ничего, ну, чтобы сравнить, да. И понятно, что они приходят на наш рынок, но и никаких, там, особых технологий или умений относительно нас нет. Мы понимаем, рынок наш лучший, поэтому медиамаркету тяжело. У нас на рынке он ушел с нашего рынка. Поэтому тут, можно сказать, что отрасль состоялась. А как вы думаете, вам помогло то, что у более консервативной вашей специальности не было такого быстрого роста, как у мобильных телефонов, то, что, наверное, на вас не так сильно обращали внимание силовые органы или еще кто-нибудь? Ну, поверьте, на нас силовые органы тоже обращали внимание, и мы не обделены им. Поверьте, это, ну, это, ну, как, ненормальная, но часть бизнеса мы постоянно чего-то делаем. То одно, то другое, орган нас много. Но я бы не могу сказать, что это прям вот там ужас-ужас-ужас. Все-таки, ну, во-первых, у нас уже очень давно там белый прозрачный бизнес. Да, конечно, правила постоянно меняются, и нам там достаточно весело приходится то там онлайн-кассы, то прослеживание там товарное, то налоговый мониторинг, то еще какие-то. То есть то там антимонопольное, или все там переживают, как переход на цифровое телевидение. У нас вот очень не скучно с точки зрения того, что вот постоянно. Но нам все-таки, вот объективно могу сказать, что как большой компанией, наверное, здесь проще. Мы очень большой налогоплательщик, мы можем себе позволить содержать достаточно большой отдел по взаимодействию с государством. У нас там куча людей сидят и заполняют отчеты, отвечают на них, принимают проверки. Ну, то есть это там постоянная жизнь. Но я просто понимаю, как это сложно там любому бизнесу меньшего масштаба. Ну и все-таки, понимаете, я там знаю министров и многих лично, и могу пообщаться там от замов до начальников налоговой инспекции. И все-таки нам проще решать эти вопросы. Это решающий фактор, как вы думаете? Я не думаю, что это решающий фактор, но я просто говорю, что, наверное, в этом отношении нам сейчас даже как бы попроще. Потому что, ну и плюс с пониманием, тоже есть эффект, что мы давно обелились. Мы там давно очень белая прозрачная компания. Вот, знаете, я помню вот эти вот грифовские реформы, когда стало возможно заниматься в России белым бизнесом. Потому что понятно, что на закате, там, этих 90-х, когда одновременно существовали, там, НДС, налоги с продаж, там, 100-500 всяких разных налогов, которые просто физически невозможно было платить правильно. При этом курс какао, валюту покупать нельзя было официально, ну, то есть полный бардак, да. Поэтому, конечно, там, начало 2000-х, когда были реформы налоговые и реформы регулирования, когда бизнес, там, сильно изменился, я, там, вспоминаю с благодарностью. Еще бы продолжили бы все в таком духе, так вообще было бы замечательно. И в этом отношении нам сейчас, ну, как бы, не так, не так сложно, да, там. Ну, у нас, ну, то есть это все-таки, знаете, не очень принципиальные вещи. Больше там с юмора можно, знаете, да, у нас наша налоговая инспекция находится в Санкт-Петербурге. Это вот из этих, из маленьких добряков таких, ну, ничего, ездишь туда. То есть налоговая инспекция находится в 8 тысячах километров, не близко. Да, да, то есть поход, там, съездить в налоговую инспекцию, занимает, ну, там, 2-2,5 суток чистого времени. Здорово. Слушайте, а как обстоят дела в этом регионе, во Владивостоке, на Дальнем Востоке, взаимодействию власти и бизнеса? Потому что это не так заметно, как там какие-то политические проблемы, которые мы там видим. В том году были забастовки на выборах губернатора, по-моему. И известно то, что несколько, там, бывших мэров Владивостока попали под уголовное преследование, что, собственно, вызывает вопрос, как тут живется с бизнесом и сказывается ли, там, вот эта политическая нестабильность в некотором роде на вас? Смотрите, давайте так. Я, мне кажется, что тут есть несколько таких мифов и не очень, как бы, правильных оценок ситуации. Ну, все чувствуют, что что-то не так. Ну, пять мэров посадили или сколько? Четыре. Четыре мэра? Да. Ну, смотрите, вы начали взаимодействие бизнеса и власти. Я хочу сказать, что здесь проблема все-таки не так называется, на мой взгляд. То есть, и в этом отношении, опять же, нам просто, потому что, ну, как я теперь понимаю, у нас рыночная отрасль, и причем сильно-сильно диверсифицированная. Мы работаем, там, по всей стране, во всех городах, и у нас примерно равномерно бизнес по всей стране. Мы практически не зависим ни от какой местной власти. То есть, ну, будут, там, не знаю, проблемы в одном регионе, ну, ничего страшного, другие поддержат. И у нас сама отрасль, она рыночная, она, ну, конечно же, регулируется, как и все у нас в стране, но это не супер-мега-проблема. То есть, нам не нужно спрашивать разрешение на то, чтобы открыть или не открыть магазин. Она достаточно рыночная и, ну, там, сильно конкурентная. И вот, что такое с этой точки зрения взаимоотношения бизнеса и власти, я не совсем понимаю. У нас в этом отношении, наверное, все хорошо. С точки зрения, опять же, как вы говорите, политических штук, тут проблема в другом. У нас, ну, просто караул с точки зрения госуправления. А при этом, чем, вот, в Владивостоке, чем характерно, что мы сильно удалены от Москвы, да, как временно, так и географически. И за счет этого все проблемы госуправления у нас кратно видны. То есть, все еще сильнее отражается на жизни. То есть, понимаете, сказать, что у нас чего-то там такого особо криминального, вот там президент говорит, там, перечиск любит, о, там, на Дальнем Востоке какие-то там эти, криминал, криминал. Да, никакого особого, поверьте, от, в Химках ничего особо не отличается от Владивостока. Все примерно то же самое, при этом, я опять же говорю, что там, предположим, предпредыдущий мэр Пушкарев, которого там совершенно безумные сроки осудили, совершенно, на мой взгляд, ни за что и не по-понятному. Он приличный человек, проблемы не в нем, не в том, что какие-то есть там криминальные люди. Приминал в том, что система госуправления не работает. Например, или работает очень плохо. И у нас это наиболее отчетливо видно. Вот мы пытаемся как-то активно инвестировать в развитие Дальнего Востока. Могли бы очень много инвестировать, и нам практически для этого ничего не нужно, как казалось бы, да. Но оказывается, что как только ты уходишь из каких-то совсем рыночных отраслей, типа розничной торговли, например, в строительство, крупнейшая проблема Владивостока в том, что у нас очень дорогое жилье, его практически не строят. И вообще... Тут разрешение, я знаю, сложно получить. Не в разрешении дела. Понимаете, разрешение – это очень зауженный взгляд на проблему. Если посмотреть на проблему шире, то, к сожалению, у нас теперь, ну вот примерно так же, как в конце 90-х нельзя было вести белый бизнес, так вот сейчас у нас построить что-либо легально, у нас настолько запутанные правила, настолько, так сказать, запуганные чиновники, которые не могут сейчас принимать никаких решений, потому что за ними следит миллион проверяющих. То есть вот относительно жизни бизнеса, поверьте, это просто рай, когда ты начинаешь знакомиться с тем, как живут чиновники. Я вообще не понимаю, как там люди работают. Это состояние, вот то есть все, что у нас там проверки или какие-то проблемы, вот бизнесмены, когда говорят, что у них проверки в бизнесе, мы замучили проверками, они просто не представляют, как это происходит с точки зрения госуправления. Там же вообще просто тихий ужас, да. За каждым кустом сидит контрольная какая-нибудь контрольная управляющая, да, потом сидит прокуратура, за ним следственные комитеты, ФСБ еще сверху все это контролируют. Любое решение, связанное с государственными деньгами, это почти наверняка подписанный приговор, потому что потратить государственные деньги так, чтобы те не заподозрили в чем-либо, ну потому что есть, ну вот, с каждым разом же все это усложняется, усложняется, то есть, там где-то в Москве подозревают, что здесь воруют, да, и поэтому каждый шаг, он обременен какими-нибудь, там, проблемами. А проблемы, которые реально возникают, они из Москвы, ну, там, по большому счету, не сильно-то ведомы. И регулируют какие-то совершенно дурацкие вещи. Ну, например, если вы ездили по Владивосток, видите, что у нас-то, ну и в Москве-то тоже, меняют бордюры. Хотя, зачем это делают? Забианин на одном форуме сказал, что это отличный бизнес. На самом деле непонятно, зачем это. А я вот никакую коррупцию здесь особо не верю. Наверное, там тоже что-то есть, может быть, заинтересованность какая-то есть, но точно проблема не в коррупции, а в том, что есть нормативы, которые подразумевают, что ремонт дорог, на которые выделяются деньги, должен включать в себя, а, б, и ц, там, замену бордюр, укладку асфальта под изготовление подушки по дороге. Если ты что-либо отклоняешься от этого дела, то ты садишься, потому что это не целевое использование бюджетных средств. И поэтому, естественно, никакому чиновнику ему не нужно ничего делать. Вот ему если нужно подремонтировать дорогу, то он ее и будет выполнять по стандартам, потому что никуда, ну потому что иначе сядешь. А еще лучше вообще ничего не делать, потому что, если ты ничего не делаешь, то это в лучшем случае это административная ответственность, а если ты что-то делаешь, то это уже уголовное. И, собственно, не работает строительная отрасль ровно поэтому, что она требует массы решений, именно решений чиновников, причем решений не московских чиновников, не федеральных, а на местах. А каждое такое решение – это почти приговор для чиновника, который его принимает. В том году мы с вами познакомились на Восточном форуме. В этом году вас там не было, тем не менее, согласились с нами встретиться. Почему не поехали в этом году? Смотрите, ну, форум, конечно, замечательное мероприятие, оно знаковое для Владивостока, и так много людей важных и известных, конечно, к нам до этого никогда не приезжало. И такое количество людей, принимающих решения, тусуется в Владивостоке очень редко. Наверное, это хорошо. Проблема в том, что, с одной стороны, во-первых, это все-таки не про нас, а не про реальную экономику. Во-вторых, честно говоря, пятый год подряд говорить примерно об одном и том же, ну, я не вижу целесообразности в этом деле. И сейчас в Владивостоке более важное событие, мне кажется, да и в стране есть более важные события, которые происходят. Я сейчас работаю наблюдателем на муниципальных выборах. И я, честно говоря, тороплюсь сейчас побежать на участок посмотреть. Мы вас скоро отпустим. Да. Не балуются ли нехорошие кандидаты подвозом избирателей. У нас очень увлекательная борьба с технологиями и с различными злоупотреблениями. Ну, то есть, вот, все то, что сейчас происходит в стране, оно и в Владивостоке имеет свое отражение. И поэтому, мне кажется, что для судьбы страны и для судьбы, в том числе, экономики и развития Дальнего Востока, то, что сейчас происходит на выборах, важнее, чем то, что сейчас происходит на ВЭФе. Поэтому я больше стараюсь там побывать. Вы, вот, Мосгордуму, вот это, знаете, да, ситуацию вокруг этого читаете, следите. Я знаю, да, конечно. Я даже в первом митинге на Сахарова присутствовал. Приезжали специально? Ну, не специально, конечно. Я был в это время в Москве и зашел сказать свое слово на тему того, что, конечно же, надо. Понимаете, я уверен, что не рост экономики в стране, это исключительно проблема не экономическая, лежит она не в экономической плоскости, лежит она в плоскости государственного управления. И то, что у нас страна слишком централизованная и слишком для такого масштаба страны плохо управляется, теперь уже, вследствие этой излишней централизации. И, соответственно, политические вопросы, это часть проблемы в политике, это причина части проблем в госуправлении. И, по крайней мере, на муниципальном и местном уровне надо давать больше возможностей людям решать, как жить, решать местные проблемы самостоятельно, включаться в управление и так далее, и так далее. И то, что сейчас происходит, оно во многом масштабируется по всей стране, и это очень негативно сказывается. Плюс к этому, конечно, ну вот это уже московские проблемы, у нас, слава богу, ничего подобного нет, у нас все в этом отношении мирно и хорошо, но то, что людей сажают по совершенно надуманным предлогам, в том числе, да, и при Егора Жукова, это, конечно, безобразие. И на самом деле бизнесом это считывается крайне негативно, потому что все проецируют и понимают, что если пять раз подряд на выходе можно сажать Яшина по административной статье, что это ни в какие рамки не укладывается. То все то, что можно делать с Яшином через полгода, через год, можно до, до, все эти технологии правоохранительные на местах в провинции доберутся до бизнесменов, и ровно то же самое будет применяться против них. Поэтому это совершенно неправдный вопрос. Другое дело, что, конечно же, предприниматели стараются не сильно высовываться, потому что все-таки государство у нас большое, во всем имеет свою руку, и если хочешь работать, то надо как-то... Дружить с властью? Не дружить, не то чтобы... Поддерживать какие-то отношения? Не выпендриваться, да. Ну... Не выпендриваться? Да, выпендриваться... Ну, я не знаю, насколько я выпендриваюсь, но мне все-таки кажется, что это вопросы все сильно взаимосвязаны. И мне сильно нужно развитие экономики и развитие Дальнего Востока, и я просто вижу, что это упирается в совершенно конкретные проблемы именно госуправления, именно то, о чем мы с вами говорили, про принятие решений с точки зрения чиновников, про упирается в силовое давление. Это же совершенно ненормально, что у нас на уровне вот такой политической культуры считается, что основной метод управления – это силовой прессинг. Ну, если прокуратура не пришла, то это значит, как бы никто ничего не делал. А знаете, что в этом году, кстати, на форуме, на ВЭФИ-то появился стенд генпрокуратуры со специальной памятки для предпринимателей? Да, потому что это основной директор. Хотя, вообще, понимаете, ну ладно, это отдельный вопрос про правоохранительную систему. Им тоже там всем очень нелегко, надо сказать. Там тоже много проблем. Эти вопросы как раз и являются ключевыми вопросами в развитии нашей экономики. Их надо обсуждать. А экономика – все понятно. На самом деле, то, что нужно делать, это все примерно знают. Ну, пока еще в это дело не работают. Но я к оптимисту в этом направлении. ВЭФ, то есть, по вашему мнению, немного искусственная такая, когда вот приехали те же самые люди из Москвы, из разных стран, а потом они уехали, и качественного результата нету, да, для города? Или есть? Да, я думаю, что вот за эти пять лет, наверное, какого-то вот такого ощутимого результата для города. Более того, понимаете, многие решения, они, ну, мягко говоря, от нас отсюда выглядят достаточно сомнительными. Вот, например, приезжают уважаемые люди из Москвы и подписывают с Монголией договор о том, что в бухте Троицы будет построен крупнейший, там, перевалочный порт по экспорту угля монгольского в Азию. Но люди же знают, что бухта Троица, вообще-то, это жемчужина Дальнего Востока, любимое место отдыха, чистое, прекрасное место, куда ездит не только весь, все Приморье, но и весь Дальний Восток. Курорт такой, да? Да, это курорт, да, и посредине Востока сделать терминал угольный, это, конечно, супер-мега-идея, да, но, может быть, все-таки есть какие-то другие варианты, да, я понимаю, что, ну, просто, вот, понимаете, вот, нюансы с точки зрения, опять же, принятия решений, ну, я, конечно, понимаю, что это звучит дерзко, что, ну, может быть, все-таки можно и людей тут спросить вообще, как это сделать. Ну, и вот таких нюансов очень много, но, ну, вызывает у граждан некоторое такое удивление, это сильно напоминает Вэр такой некоторый, с местными жителями это считывается, как такой пир во время чумы, потому что это все делается с имперским размахом, все это там, Да, 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 это туда, как корабль, вот мы его, кстати, видим, который стоит, набережная, мы потом покажем, набережная немного такая разбитая, этот шикарный корабль. Да, понимаете, это вот такое, вот такие гастроли, да, вот приехал корабль, все, потусили, уехал корабль. Наверное, это хорошо, я думаю, нужные вещи там обсуждаются, но есть, как бы, нюансы, которые от нас видны таким, ну, определенным характером. В какой-то момент я почувствовал, что я на ВЭФе как-то немножко не в своей тарелке. Да, это уникальная возможность, когда можно подойти там практически к любому министру и сказать, а вот, вы знаете, вот, а не подмахнете ли мне вот такую бумажку? Да, наверное, этим можно порой-то попользоваться, но я, честно говоря, не знаю хороших примеров, чтобы это у кого-то сработало, да. Во-вторых, сейчас такая ситуация, что надо пять раз подумать, да, а вообще стоит ли это подписывать, потому что любые такие штуки, они могут быть опасными. Давайте про ДНС немного поговорим. Сколько у вас человек в компании работает и как много вы делегируете, потому что сетка гигантская, я понимаю, что... Сейчас примерно около 30 тысяч человек у нас по всей стране. У нас 11 офисов, так, дивизионов побито по стране, которые достаточно большой степенью автономности работают. В регионах зарплаты на уровне или немножко выше? Понимаете, это тоже очень лукавая формулировка, что значит немножко выше. Мы достаточно большая компания и во многом мы определяем рынок. То есть, как только... То есть, сложно, в будущем большой компании сложно быть, сильно отклоняться от рынка. То есть, ну, это, в принципе, слава богу, рыночная экономика, она приходит в какие-то равновесия. Да, даже если мы в каком-то случае попытаемся, ну, там, не знаю, из текущих историй, там, у нас там очень много программистов, и мы рынок Владивостока, с точки зрения программистов, быстро-быстро исчерпали. Но мы понимаем, что как только мы, там, пытаемся переманивать с помощью зарплат, ну, просто в городе еще немножко подрастает эта дура. Это, наверное, тоже хорошо, и мы так делаем. То есть, получается, вы эффективно влияете на реальный рост дохода населения, если так. То есть, я в этом отношении, да, я социалист, надо зарплату повышать, но от рынка, то есть, чудес не бывает. То есть, если ты сильно отклоняешься от рынка, то рынок тебя за это дело наказывает. Мы можем двигаться вместе с рынком, ну, там, где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее. И тут направление гораздо важнее, нежели чем скачки. Мы же все-таки, понимаете, тоже большая компания, 30 тысяч человек, это еще и, ну, некоторая ответственность за то, чтобы это было, ну, как-то стабильно и надежно для людей. Потому что, как работодатели, мы тоже должны быть не просто платить выше рынка, но мы еще должны обеспечивать некую надежность, чтобы люди могли рассчитывать, что мы это будем делать и через год, и через два, там, не знаю. Многие берут ипотеку, строят свою жизнь. Мы должны быть надежным работодателем, мы тоже этому уделяем большое количество внимания. А какое конкурентное преимущество у ДНС? Потому что, когда вы начинали, не было Алиэкспресса, таких вот гигантских маркетов глобальных, которые могут продавать, ну, наверное, дешевле, чем вы. Как сейчас вообще чувствует себя разница? Нет, это неправда. То есть, смотрите, у Алиэкспресса основное конкурентное преимущество относительно нас, это то, что они не платят НДС, им не нужно сертифицировать продукцию, у них нет защиты прав потребителей, ну и так далее. Они вообще работают вне российской юрисдикции. То, что у нас госуправление, опять же, не настолько гибкое, что это дело просто как-то не замечает этого явления, и оно фактически работает вне российского юридического поля, да. Я спокойно к этому отношусь, я не, то есть, в каком-то смысле, где-то нам даже это помогает. То есть, ну, работает, окей, да. Но должны понимать, что мы совершенно в разных условиях работаем. Наше конкурентное преимущество относительно прочих сетей, это в том, что мы ближе, мы ближе к клиенту. То есть, там... Вы же как Галецкий тоже выросли стратегию. Такую с регионов зашли. Ну, может быть, да, в каком-то смысле. Понимаете, мы же тоже... Тут стратегия – это такое большое московское слово, да. Но мы-то... Извините. Бога ради. Мы, понимаете, мы стараемся искать те места, где мы можем быть полезны и востребованы для наших клиентов. Мы понимаем, что в Москве, ну, в общем, не так все хорошо. Там много игроков, есть конкуренции. В принципе, там каких-то особых проблем нет. Ну, есть там некоторые нишки, в которых мы там пытаемся как-то играть, да. Но глобально мы понимаем, что, например, для нас более какой-то там вызов интересный открыться в Анадаре, да, где нет никого, да. Но для нас там большой вызов, что мы можем привнести единые стандарты по сети вне зависимости от того, где живут люди. В каком-нибудь городе Ленск или в небольшом городе, где-нибудь в центральной части России. Мы там везде есть. Сейчас большинство россиян могут выйти и пешком дойти до нашего магазина. Это наше, да, основное конкурентное преимущество. Мы построили сеть и теперь работаем каждый день над тем, чтобы она работала там лучше, лучше и лучше. Я думаю, многие наши зрители бывали в ваших магазинах. Я в детстве там часто бывал. Что это за зеленые инопланетяне у вас? Это чья идея была? Ваша? Нет, не моя. Это идея Саши Холянова, нашего товарища, который увлекался маркетингом и различными штуками. Он привнес в нашу компанию много инопланетного. Это достаточно, ну это просто зрительный образ, который должен ассоциироваться с сетью. Он в принципе как-то с технологиями как-то соотносится. Мы любим этого инопланетянина, он уже породнился. У вас есть какое-то имя, я не знаю, ему нет? По-разному называют. Кто-то его там Деннисом называет от слова Деннис. Кто-то там, ну по-разному. В разных регионах, у нас демократия же, у нас компания разнородная, где-то называют, могут по-разному, да. Здесь очень чувствуется близость Азии, машины на правом руле, в радиусе тысячи километров все развитые, вообще все известные азиатские страны практически. Чему у них можно поучиться, у японцев, у корейцев, что вам нравится у соседних культур? Я думаю, что у японцев можно поучиться основательности, у корейцев я бы получился бы быстрому росту экономическому и быстрой социальной трансформации в сторону демократии и хорошего, ну такого, правильного устройства общества. Никто не знает, правда, какое оно правильное, но тем не менее, они явно на этом пути преуспевают. У Китая я бы получился бы масштабу и вот этому такому трудолюбию чудовищному. Есть чему получиться. Какими гаджетами вы сами пользуетесь? Это мобильный телефон, просто вот некоторые бизнесмены, особенно успешные, я заметил такое, что они могут себе позволить абсолютно любой гаджет, но многие из них пользуются обычным кнопочным телефоном. Нет, я пользуюсь гаджетами, стараюсь, пользуюсь, ну я, наверное, почти всем пользуюсь, смартфонов. Ну как сейчас без смартфонов? Я имею в виду, айфон или самсунг, что-то такое конкретное. У меня хуавей. У вас хуавей. Да, все, мир изменился. Уважаемые корейские партнеры, я очень люблю компанию самсунг. Но у вас есть несколько телефонов? Нет, у меня один телефон, это все лукавого, но, конечно, китайцы молодцы, они прям не дают скучать корейским партнерам, они прям бодаются с этой точки зрения, а у самсунга очень приличная последняя линейка вышла. Но просто сейчас сложно не обратить внимание на прекрасные китайские, ну не только хуавей есть, и Xiaomi, Royale, все еще. У вас машина на правом руле? Нет, к сожалению, я уже перешел на левый руле. А почему здесь так много праворульных машин? Потому что они дешевле или почему? Много исторического в этом отношении. Какое-то время японские машины были очень доступными, и это прям был очень большой бизнес. Зеленый угол известное место здесь. Да, да, да. Где-то с 2009 года, 2008 может быть, эти гаечки потихонечку закручивались, импорт японских подержанных автомобилей усложнялся, его пошлинами душили, с разными запретами. И сейчас он, конечно же, уже не в том состоянии, в котором был раньше. Раньше, с точки зрения соотношения цена-качество, японская машина подержана, это было прям супер. Я, ну, относительно, ну, наверное, уже все-таки можно сказать, что достаточно давно уже там я пересел на левый руль. А первая машина? Она может быть любой, если она Toyota. А, у вас первая машина была Toyota? Да. На правом руле наверняка? Конечно. А что за модель? Ее наверняка не было. Это был Toyota Crown у меня такой прекрасный. Какого-нибудь экзотичного цвета, наверное? Нет белого, до сих пор я его с любовью вспоминаю. Другой символ Владивостока – это морепродукты. Как вы их здесь покупаете? Я знаю, есть... Мы их ловим и подходим к морю, ныряем и едим. То есть, вот поэтому тут я хотел найти какого-то... Поэтому мы очень волнуемся на тему бухты Троицы и там строительства угольного терминала. Крабов сами ловили, да, неоднократно, наверное? Я ловил крабов. Я не фанат рыбалки, честно говоря. И не то, чтобы я уж прям вот такой большой гурман с точки зрения гастрономии. Ну, а что вы у нас не нашли? У нас, по-моему, сейчас... Нет, я как раз... С этой точки зрения вообще все замечательно. Нет, если все просто великолепно, просто вопрос такой. То есть, покупать на рынке... Я не нашел ни одного тут централизованного большого бизнесмена, который этим занимается, кроме каких-то компаний вроде Доброфлота. Этот рынок серый, да, сейчас? Да. Да, надо понимать, что... Пример того, что этот рынок, который очень сильно регулируется государством, с точки зрения квот, правил и так далее. Так намучено. Я далек от этого дела, честно говоря. Но я понимаю, что он, так скажем... Ну, слово серый я не настолько специалист, чтобы утверждать это вот там прям сильно. Но я думаю, что там проблем очень много. Нельзя не сказать про этот московский менталитет. Да, конечно же, когда приезжает очередной московский начальник, он говорит, Ну, что такое? Я в Токио приезжаю, там есть рыбный рынок. Ну, построите вы рыбный рынок. Вот передайте... Вот если... Уважаемые московские начальники, если вы видите это интервью, то проблема не в здании рыбного рынка. Проблема в добыче морепродуктов, в развитии этого рынка. Будут морепродукты, здание построить не проблема. И последнее. Вы, наверное, один из таких самых ярких бизнесменов Владивостока. Ну что вы? В Владивостоке масса ярких. Скажите нашим зрителям, что им нужно делать? Потому что многие думают, что стать успешным можно только перебравшись в самый центр, в Москву. А вы прекрасный пример того, как можно сделать компанию в регионе. Что можно пожелать молодым предпринимателям сейчас? Я уверен, что в центре, в Москве и в Питере, наверное, пока еще жить может быть немножко покомфортней. С точки зрения доступности и цен. Но с точки зрения возможностей, на Дальнем Востоке возможностей больше. Вы понимаете, все-таки многие вещи, которые уже сделаны в Москве и даже сделаны в Питере, хоть он не очень быстрый, в Владивостоке еще не реализованы. С точки зрения развития бизнеса, у нас практически безграничные возможности. И если молодой человек предприимчивый и энергичный, то как раз реализовать себя, мне кажется, у нас лучше. От отрасли, конечно, зависит. Но вот если человек предприниматель, то он точно себя найдет, чем бы заняться в Владивостоке конкретно. Я в этом отношении оптимист и считаю, что у нас все еще очень большие перспективы. А если он не собирается переезжать именно в Владивосток, просто какие качества ему нужны для занятия бизнесом? Ему нужно все-таки мобильность прежде всего, чтобы все-таки собраться и переехать в Владивосток. Если не надо, переехать в Владивосток. Целеустремленность, усидчивость и целеустремленность. Надо понимать, что на первый раз не получится, надо быть готовым к тому, что на второй раз не получится. И вот к десятому разу, ну как к тому повезет, к пятому разу только начнет что-то получаться. Надо не сдаваться и пробовать, и тогда обязательно получится. Дорогие друзья, у нас в гостях был генеральный директор ДНС Групп Дмитрий Юрьевич Алексеев. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам.